Здравствуйте! В студии Карина Щербакова. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. Вначале коротко о сегодняшних темах. Погружаться ли в прорубь? Верующие сегодня встречают один из важнейших православных праздников – Крещение Господне. Вера в добро, любовь и взаимное уважение – главные ценности и традиции семьи Василюк. Отзывчивость и соучастие. Волонтеры готовят к отправке очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Новые автобусы на газомоторном топливе вышли на самые загруженные городские маршруты. Каких только праздников не встретишь в календаре. В конце января отмечается День идеального веса для женщин. Дипломы и гран-при международного конкурса. Детская школа искусства Лабытнанги начала год с успехов. Православные верующие отпраздновали одну из самых почитаемых церковных дат – Крещение Господне или Святое Богоявление. Сотни жителей городского округа стали сопричастны этому событию. Северяне посетили праздничные богослужения и приняли участие в крещенских купаниях. Традиционно в этот день в храмах городского округа прошли богослужения. Для верующих людей в праздник Богоявления главное – посетить церковь и помолиться о самом святом. В этот праздник все люди думают о чистоте духовной и физической. Но обязательно в этот день освящаем квартиру святой водой, стараемся присутствовать на службе, поздравить всех родственников хотя бы открыточкой по соцсетям, желательно созвониться с близкими, с родителями, пожелать всем крепкого здоровья. Те, кто не смог поехать на реку Ханмей, чтобы набрать священной воды, сделали это в храме. Чтобы воды хватило на всех, ее привезли в специальные автоцистерны и раздавали во дворе всем желающим. Но многие просто не представляют себе этот день без поездки на водоем, где можно совершить омовение и запастись святой водицей. Для удобства гаража на ледовой площадке были оборудованы пункты обогрева и перекупели – мужская, женская и семейная. Исходя из опыта прошлых лет, данный выбор сделан для удобства населения, для удобства тех, кто приходит сюда, людей. Очень удобно мужчинам заходить в свою палатку, женщинам в свою, а также по просьбе жителей в последние годы в этом году также сделали семейную купель. Очень удобно. Как обычно, среди представителей сильной половины человечества нашлось больше смельчаков. Поэтому в мужской палатке все время было многолюдно. Ощущение, знаете, как будто заново родился. Вода, она как образует корочку такую на теле и жжет немножко так, колики, колики, колики. И оттого становится приятно, такое, как будто заново переродился и легко становится на душе. Семейную палатку посетили гости из Беларуси, семья Сметанниковых-Курбатовых. Они специально приехали в Лабыднанге в крещенские дни и по достоинству оценили семейную палатку. Правда, самый младший Александр только умылся. Но у него еще все впереди. А вот глава семейства подал сыну достойный пример. Папу морально поддерживали жена Юлия и ее родители. Поистине семейный праздник. Я каждый год окунаюсь, приезжаю к вам. И мне очень нравится здесь. У вас так уютно, хорошо. Вообще купель отлично сделала. И купель красиво сделана. Вот в пучке стоит палатка такая. Вообще супер. Семейную купель по традиции посетили Любовь Николай и их дочка Велена Терентьевы. Это здорово, что могут семья отдельно. Как бы муж, супруга, с семьей как бы они все это делали искупаться. Ну, кто хочет, конечно, здесь и мужские отдельно, и женские. Это здорово разделено все. Люди раздеваются, поэтому раздельно в любом случае надо, чтобы было это все. В Харпе для купания на реке Собь специально углубили дно прибрежной зоны и оборудовали спуск. Рядом с Иорданью вырубили полынью для забора воды. Чин освящения провел Иерей Максим. Официальная церковь напоминает, что главное в этот день не окунаться в проруби, а подумать о чистоте души. Это праздник все-таки богообщения, когда человек видит Бога, когда Бог сходит к человеку в виде Святой Троицы. Поэтому самое главное, это все-таки, когда мы идем в церковь на божественную литургию и предпочтение отдаем не святой воде, а все-таки причащению святых христовых тайн. И самое лучшее, встретить и провести этот праздник с чистыми мыслями и добром в сердце. Елена Никишина, Николай Снегир, Владимир Николаев, информационное агентство Лабытнанги. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в Российской Федерации годом семьи. Лабытнанги – это город, где в суровых морозных условиях живет очень много счастливых семей. Одна из них – многодетная семья Василюк. Священник Богдан и матушка Алла воспитывают шестерых детей. Накануне крещения наша съемочная группа встретилась с ними. Все, как в романтическом кино. Познакомились в высшем учебном заведении в Тобольской духовной семинарии. Влюбились, затем венчание в церкви. И тогда-то и началась история их семьи. Нас объединила вера, вера в Бога. Мы познакомились с Тобольской. Я учился на священника, жена училась в оконописной школе. То есть именно через веру мы познакомились. Это нас объединило. Потому что в семье очень важно не только какое-то плоское дение, но именно еще и духовное. Потому что именно через это благословляет Господь на создание и укрепление семьи. За любимым мужчиной Алла переехала на Крайний Север. Через год в семье священника появилась дочь Мария. Своих детей считают подарком судьбы. В Лабытанге у них родилось четыре сыночка и две дочки. В этом году супруги отметят гранатовую свадьбу. 19 лет совместной жизни. Если есть дети, значит есть будущее. И в этом будущем всем должно быть тепло, уютно и радостно, уверены супруги. С раннего детства родители приобщают детей к церковной жизни. Сын Михаил помогает отцу Богдану в алтаре. Несет послушание по намаря. А по выходным мама Алла вместе с детьми приходит в воскресную школу. Пытаемся воспитать послушание. Оно, конечно, очень сложно. Потому что время такое, дети такие, информационные технологии, компьютеры, телефоны. Но пытаемся детям привить послушание, привить веру в Бога, привить любовь друг к другу, взаимовыручку, чтобы помогали друг другу. В прошлом году многодетная мама Алла получила из рук губернатора медаль «Материнская слава Ямала». Ее жизнь после этого не изменилась. Все, как и прежде. Семья – это их жизнь, их счастливое будущее. Свою роду это тоже же проповедь. То есть мы своей семьей показываем пример христианской семьи, по крайней мере, пытаемся показывать. Вот поэтому тоже это проповедь нашей веры, креста. Поэтому мы стараемся и принимаем участие. Сейчас интервью даем. И потом еще будем встречаться и в школе, и в других мероприятиях, где нас будут звать. Семья Василюк – крепкая, веселая и дружная. Такое определение себе дают наши герои. Быть рядом в любую минуту, во всем помогать, радоваться и сопереживать друг другу. Это еще не полный список правил, по которым живет многодетная семья. Они – пример для подражания. Дарья Самородова, Сергей Антропов, информационное агентство Лабытнанги. Тонны добра и человеческое соучастие. В пункте общественной приемной партии «Единая Россия» продолжается сбор гуманитарной помощи для военнослужащих СВО. Лабытнанские волонтеры помогают упаковывать в коробки вещи первой необходимости. Жители городского округа принесли в пункт сбора «Единой России» более 500 килограммов товаров и вещей для военнослужащих. Сортировка, подсчет и упаковка груза в коробки проходит силами волонтеров. Большая часть посылок – это продукты, сладости, консервы, средства гигиены, медицинские препараты, теплые вещи. В каждую упакованную коробку волонтеры обязательно кладут письма и детские рисунки для солдат. Ты не закончила? Да, я положила тушенку и письмо солдату. Коробка готова. Ну все, отлично. Вера Ермак – волонтер с трехлетним стажем. За год школьнице удается стать участницей более 50 добровольческих событий. Культурные и спортивные праздники, забота о пожилых людях, помощь приюту для животных – все это под силу волонтеру. Сегодня, как считает Вера, ее миссия заключается в подготовке к отправке гуманитарной помощи нашим солдатам. Для меня на данный момент это очень важная задача, потому что все-таки это люди, которые жили здесь, помогали также, а сейчас они борются за победу и отстаивают честь, а мы тем самым можем им помочь и быть рядом все же. Поэтому мы с девочками, волонтерами также сейчас помогаем активно и часто приходим, помогаем с гуманитарной помощью и отправляем все посылки им. Десятки коробок упакованы и в ближайшее время отправятся солдатам в зону специальной военной операции. Дарья Самородова, Сергей Антропов, информационное агентство Лабытнанги. В Лабытнанге вышли в рейсы три новых экоавтобуса. Они запущены по самым востребованным маршрутам номер 1 и 2. По сравнению с предыдущей партией общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе, эти автобусы имеют ряд преимуществ. В первую очередь увеличена пассажировместимость новых автобусов до 90 человек. Что касается посадочных мест, то их 28. Соответственно, отличаются габариты. Длина экоавтобусов 10,5 метров, высота 3 метра 60 сантиметров, ширина осталась прежней около 3 метров. Новый транспорт также оснащен дополнительными опциями – терминалами бесконтактной оплаты, системами ГЛОНАСС и автокондуктор. Оснащены системы пассажиропотока автокондуктор, который позволяет водителю сверять количество пассажиров, которые зашли в салон, с количеством, которое оплатили. Также производить мониторинг количества пассажиров по остановкам для корректировки маршрута или время движения. На сегодня в автопарке пассажирского предприятия «Север» числится 18 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Также ранее была смонтирована и запущена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная станция. Программа перевода общественного транспорта на экологичное топливо реализуется в округе по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и решает задачи национального проекта «Экология». В календаре зимних праздников есть те, о которых знают очень немногие. Так, например, в конце января отмечается День идеального веса для женщин. На первый взгляд дата кажется шуточной, но это не так. Оптимальный вес – это и красота, и здоровье, и хорошее настроение. Репортаж Ирины Якововой. На вопрос, когда последний раз была у доктора, Дарья Хозова ответить точно не смогла. Занятия фитнесом укрепляют иммунитет, сжигают лишние килограммы. Это не увлечение, это образ жизни. Дарья ни одну авторскую программу разработала. То есть это снижение коррекции веса, набор веса. Мы смотрим, начиная от шейного отдела, кончая пяточками, как стоят у человека мышцы, как поставлены плечи. То есть многое от чего зависит. То есть полностью рассматриваем, как внутреннюю анатомию человека. Собираем анамнез с самого рождения, потому что я обучилась у травматолога-ортопеда. Поэтому мы идем все по порядку. Сначала консультация, потом мы прописываем программу. Регулярные тренировки – залог красоты и здоровья. Но не каждая леди может себе позволить ходить в спортзал. И часто дело не в отсутствии силы воли, а в нехватке времени. Работа и дом отнимают все силы тут не до спорта. Что такое спорт? Это прежде всего дисциплина. Чтобы была дисциплина хотя бы три раза в неделю. Поставить себе в график один час. То есть это три часа в неделю вы можете заниматься спортом. То есть физической нагрузкой. Время посвящаете себе. И тогда у вас будет результат. Многие девочки приходили, там 104 килограмма, 110. Здесь важен плавный выход, чтобы не было стресса для организма. Как психологически, так и внутренне. Чтобы потом человек не набрал. То есть мы приходили к этим результатам. Помимо занятий спортом, Дарья Хозова рекомендует употреблять в пищу полезные продукты. Выпивать не менее полутора литров чистой воды в сутки. Соблюдать питьевой режим всем, кто хочет быть красивым и здоровым, советуют и медики. Это запускает вообще организм. Поэтому рекомендуется, проснувшись утром, выпить стакан теплой воды. И если желудок здоров, если все нормально, можно эту водичку подкислить лимонным соком. Тогда, конечно, будет польза. Какое количество воды выпивать, ну тут тоже зависит от веса, от температурного режима, то есть время года, холодно, тепло, от физических нагрузок, от состояния здоровья. Ольга Шепелева – врач-терапевт с большим стажем работы. Практика показывает, что каждый четвертый пациент страдает ожирением. Но увлекаться диетами медик не советует. Есть риск получить болезнь сердца, диабет, анемию, онкопатологию. Из-за нехватки витаминов и минеральных веществ будут ломкие волосы, плохой цвет лица и подавленное настроение. Естественно, лучше сбалансированное питание, где будет 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Не переедать, заниматься физической нагрузкой, то же самое хотя бы ходьбой. Но, соответственно, прежде чем сесть на какую-то диету или на какие-то ограничения, лучше посоветоваться с доктором. Как снизить вес, каждый решает сам. Кто-то усиленно занимается спортом, кто-то выбрал диету или просто изменил принцип питания. Главное – получить результат. Ведь каждой женщине хочется быть стройной, красивой, а главное – здоровой. Ирина Кобова, Игорь Гуляр, информационное агентство «Лабытнанги». 2024-й объявленный на Ямале годом детства для обучающихся художественного отделения детской школы искусств начался с побед в международных конкурсах. Юные лабытнанские художники показали свой талант и подготовку высшего уровня. Наступивший год, год детства на Ямале, начался для обучающихся художественного отделения детской школы искусств со значимых событий. Они завоевали сразу несколько наград в международных конкурсах «Красота Божьего мира» и «Рождественская Москва». Ребята были отмечены дипломами участников и стали лауреатами первой, второй и третьей степеней. Обучающаяся восьмого класса Анна Черешнева получила высшую награду «Гран-при международного конкурса «Рождественская Москва». Также тебе обучается подарочный сертификат на бесплатную поездку на международный конкурс «Фестиваль музыкально-художественного творчества «Жемчужина Кавказа» в городе Махачкалат». На картинах, которые получили столь высокую оценку, Анна изобразила заснеженную новогоднюю столицу и советские ёлочные украшения, погружающие в атмосферу праздников прошлых лет. Наград у талантливой выпускницы «Дыши» много, но гран-при она получила впервые. «Не ожидала, так сказать, потому что Москва – это много участников, много конкурентов, но я очень рада». Победа ученика – победа педагога. Ольга Героймович признаётся, что на её профессиональном пути всегда встречаются талантливые дети, Анна в их числе. «Действительно приходят просто очень талантливые дети. Огромная поддержка родителей я вижу. Моя работа как педагога, в принципе, сориентировать, определить и выявить тех детей, которые просто готовы совместить помимо основной учебной деятельности и дополнительную конкурсную деятельность, подготовку к конкурсу». Совместная работа ребят и их наставников приносит достойные результаты. Пожелаем им дальнейших творческих успехов. Мария Киченко, Владимир Николаев, информационное агентство Лабытнанги. На этом выпуск завершён. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабытнанги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова